Дефицит офисной бумаги Свердловской области не грозит. На Среднем Урале запустили собственное производство полиграфической продукции. Изготавливать готовы столько, что хватит и соседним регионам. О количестве и качестве в сюжете. Пар идет, работа кипит. В этом цехе делают бумагу. Сначала получают жидкую массу, а затем превращают ее в большой лист. Здесь на машине вода удаляется под действием силы тяжести, потом прессуется. И последняя часть машины – это сушка. Сушится с помощью пара. То есть все эти цилиндры имеют температуру порядка 100-110 градусов. Поэтому в цехе тепло. После листы отбеливают и пропускают через другую машину, чтобы они стали плотными и гладкими. А дальше нарезают и упаковывают. На Среднем Урале запустили производство офисной бумаги, цена на которую в марте взлетела по всей России. Раньше отбеливатель для нее, перекись водорода, поставляли из-за границы. Но здесь применили другую технологию. Используют гипохлорид. Раньше другие предприятия, и в том числе наши, использовала частично финские отбеливатели. Сейчас мы перешли полностью на российское сырье. Начинать производство, что называется, с чистого листа не пришлось. Овсетную бумагу здесь не делали несколько лет. Но из-за санкций процесс наладили вновь. Потратили порядка 15 миллионов рублей. Средства понадобились на ремонт оборудования и закупку сырья. В ближайшее время здесь планируют удвоить объемы производства. В связи с потребностями, которые нам предъявляет рынок и наши потребители, на сегодняшний день мы готовы производить до миллиона патчек офсетной бумаги в месяц. И рассчитываем перекрыть потребности Свердловской и близлежащих областей. Уральскую бумагу уже поставляют в несколько крупных организаций. А еще планируют отправлять в школы. Как говорят на заводе, отечественная технология производства позволяет добиться белизны бумаги выше эталонной. Это даже больше, чем требуется для проведения единого госэкзамена. Алексей Вербицкий, Новости, Первого РЭСК.